Итак, сегодня мы должны понять, откуда взялась эта темная энергия. Вопрос о том, что будет. Вот представьте себе, сделали насос, который откачивает из такого консервированного сосуда, из которого и молекула не пробьется, откачивает специальным насосом в воздух, туда ничего не проникает, и все откачали, сверху обмотали фольгой, чтобы электрические поля там ноль были, чтобы ничего не было. Вопрос, что-нибудь в этой пустоте останется или нет? Что говорят философы? Ребята, этот вопрос неочевидный, действительно решен в последние годы. Я считаю, это совсем недавно, вчера. Для меня и Рембрандт современник, а уж там 10 лет назад это не срок. Ну, в общем, на моих глазах это трешено. А вы уже пришли в мир с темной энергией, вам деваться некуда. Для вас это кажется вполне нормально, а для нас до сих пор еще как-то непривычно. Но в физике, я вам скажу, в философии, в чем угодно, была такая субстанция, называлась пустотой. Сегодня речь, философская пустота, не знаю, что это такое. По-моему, это, так сказать, если взять средний мозг нашего современника, это и будет философская пустота. Там никто не думает о смысле жизни. Но мы сегодня будем стараться говорить о физической пустоте. То есть ту пустоту, которую можно установить экспериментально, что она пустая. Физика работает только с наблюдаемыми величинами. Она так заявляла долго-долго, пока не появилась волновая функция, которую никто не видит. Видит только квадрат волновой функции. А саму волновую функцию, она мнимо ее не видит. Но, тем не менее, есть метод измерить эту волновую функцию, пусть и косвенно. И вот измеряемый величин. И первый эксперимент, попыткой обнаружить пустоту, был поставлен в 19 веке Майкельсоном и Морли, двумя физиками. Они использовали интерферовентер типа Майкельсона. Смотрите, источник света посылается в этом направлении. Вот зеленый луч. А это называется делительная пластинка. Это полупрозрачная пластинка. Она каждый второй квант отсылает под углом 90 градусов. А каждый первый, каждый какой там третий квант, она посылает первый, третий, пятый, она посылает, так сказать, налево. Потом эти кванты возвращаются. И этот отражается всегда сюда. А этот проходит. Ну, тоже с некой вероятностью. Во всяком случае, вот эти два кванта, и зеленый, и синий, смешиваются. И поскольку расстояние детектора выбирается таким образом, чтобы длина пути была одинаковая, то эти кванты приходят в фазе. В одной и той же фазе. А это означает, когда две волны на берег моря приходят в одной фазе, они складываются. То есть будет светлое пятно на детекторе. А потом люди 19 века, люди классической физики, стали думать, ну хорошо, а если этот детектор начнет двигаться относительно света? Ведь свежий должен распространяться в чем-то. И так родилось понятие эфира. Ну, они знали, что Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду. И при этом эта скорость меняется за один год строго на 360 градусов по направлению. То есть мы летим по кругу, как белку в колесе. Дни рождения справляются там людьми, миллиард людей. Каждый день можете подсчитать, сколько людей справляют день рождения. Очень много. И вопрос возникает, если, а в классической физике скорость любой частицы зависела от того, двигается наблюдатель от нее или нет. Но была обычная формула сложения скоростей. И они предположили, что если Земля, например, летит в эту сторону, и свет летит в эту сторону, то его скорость меняется. Например, складывается со скоростью движения эфира относительно Земли. А пемпердикулярные направлены на Солнце. Там ноль скорость, потому что мы вращаемся все время под прямым углом. Ну, примерно там эллиптическая орбита. Короче говоря, они предсказали, что на самом деле, из-за того, что скорость света в направлении движения планеты Земля будет другая, чем в этом направлении, картина, светлые пятна заменятся темными. Картина интерференцион поедет. Но сколько они не крутили вот это, можно ждать полгода, пока стол повернется, а можно стол повернуть. Знаете, наверное, гуманитарии знают, что столоверчение – это была особая такая культурная субкультура такая, тусовка такая человеческая. Вот люди пытались вызвать какие-то духи. Ну, физики вертели на самом деле. И что получилось? Картина интерференционная вообще не менялась. Как будто нет эфира. Как будто скорость света постоянная. Вот этот эксперимент, как бы считается, что теория относительности, она объясняет этот эксперимент, каким образом, что скорость света вообще никогда не меняется. В пустоте. Но когда Эйнштейну говорили, ну, как может в пустоте что-то там, что колеблется в пустоте? Электрическое поле, я говорил. Так что эфир был изгнан из физики, пустота воцарилась с приходом Эйнштейна. Но прожила она очень недолго, эта пустота. Вот сейчас мы и увидим, что попытка в физике, так сказать, содержать такой объект, как пустота, она все время наталкивается на какие-то, над какие-то очень сильные преграды. Ну, первым, первая антипустота, или то, что в пустоте что-то есть, впервые возникла с приходом квантовой механики. Сам Эйнштейн, в общем-то, он доказал, что свет – это кванты. Но когда уже появилась настоящая квантовая механика, я вам рассказывал на прошлой лекции, Ланжевен в 16-м году сказал, что электроны тоже волны, и объяснил дифракцию электронов. Но в 25-м году Гайзенберг и Шредингер просто написали уравнение. Вот этот человек, Поль Дирок, по-моему, даже Амадей, кто у нас еще Амадей? Моцарт? Вот, Поль Амадей Дирок, он впервые задался следующим вопросом. Вот в релятивистской формуле есть такая формула. Ну, и я тут написал, что тут корень квадратный из этой штуки. На самом деле это означает, что квадрат полной энергии складывается, из квадрата энергии покоя и энергии, связанной с движением. Ну, это естественная формула, но неестественная, вернее, необычно то, что эта величина в любой системе отчета постоянно. Ну, и, вернее, сейчас я скажу, эта комбинация связанная... Смотрите, если я возведу в квадрат и перенесу в левую часть, я тоже сказал такую глупость, хорошо ушел, что Жуковский был, читал квантовую механику, нам тоже, когда я был студентом, вот он сейчас ушел. Хорошо, что он не услышал. Значит, Е квадрат минус П квадрат на С квадрат равняется константе. И эта константа равняется МС квадрат. Ну, если это электрон, то это масса покоя, масса электрона. И вот когда Дирак просто формально написал такое уравнение, он из него... Эта штука не зависит от системы отчета, потому что это масса покоя. Это какая-то константа, ребята. То есть разница между квадратом энергии и импульсом, помноженным на скорость света в квадрате. Ну, если долго смотрел Дирак на это уравнение простенькое, взял, перенес все в левую часть, излег корень квадратный. И как его учили в школе, он написал плюс-минус. И дальше подумывал, хорошо, но частицы, которые мы видим вокруг, они все имеют как-никак положительную энергию. А вот минус, и раз он есть в математике, нет ли его еще и в физике, но уже к этому времени было ясно, что если у вас есть квантование по энергиям, то это квантование приведет к тому, что вот, допустим, электрон обычный, вот он здесь, у него энергия положительна. А нет ли вот здесь частицы с обратным, с отрицательной энергией, с такой же массой покоя, но с отрицательной энергией, и с положительным зарядом. Ну, это виртуальная частица. Есть она, нет. Ему сказали, ты можешь ее придумать, но ее в нашем мире нет. Оказалось, да, действительно, этих частиц мы не видим. Вот мы откачали из вакуума все, что можно. Там ничего нет. Но, если к этой пустоте приложить, взять конденсатор и зарядить его обкладки с большой очень силой, то окажется, что эти обкладки, между обкладками возникнет поляризация пустоты. Ну, физики говорят, поляризация вакуума. Ну, сказали, да, поляризация. То есть, что такое поляризация? Это некий коэффициент, на который надо разделить кулоновский закон. Такой есть закон кулона. То есть, две пластинки в пустоте притягиваются вовсе не по закону кулона, а чуть-чуть слабее. Как будто бы в этой пустоте есть еще что-то. И это довольно быстро объяснили. Если между пластинками у вас есть положительные и отрицательные в пустоте частицы, которые находятся в этом состоянии, то положительные будут отталкиваться сюда к минусам, а отрицательные, наоборот, сюда. И в результате вакуум поляризуется. Пустота поляризуется, хотя там абсолютная пустота. Там нельзя дышать, ничего нету. Дирак обрадовался, но люди ему сказали, хорошо, а почему все частицы не возьмут, вот мы с вами, это и есть частицы нашего мира. У них у всех положительные энергии. А где-то есть виртуальный мир античастиц. А из законов атома все знают, если вы возбудили атом, если электрон забрался на высокий уровень, он должен упасть куда-то вниз в состоянии с меньшей энергией. Почему же все наши электроны, родные, не упадут в область отрицательных энергий? Я вот тут минус не написал. В область отрицательных энергий. И тогда Дирак сказал, а потому что там все уровни заполнены. А есть правило Паули, закон запрета, что в одном состоянии не может находиться два электрона. Это называется правило запрета для формы частиц. Ага, теперь понятно, почему мы не разрушаемся и ходим, не можем в эту преисподнюю. Ну, ну вы знаете, есть три состояния мира. Реальность, ну то, что в древнерусской традиции называлось явью, бывает еще то, что сницеваем, и есть еще мир смертных людей. Ну, про смертных людей, ну, те, которые умерли, мир мертвых, мы не будем, это в Египет надо, в пирамиды ехать. Но не явный мир, это и есть виртуальный мир. Он весь там занят. Эти электроны не могут просто. Но когда вы прикладываете электрическое поле, этот мир начинает шурудиться там. Более того, если сделать напряжение, повышать, повышать, в какой-то момент из этой пустоты появится позитрон и электрон одновременно. Появится пара позитрон и электрон. Но они могут поймать друг друга, саннигилировать, и вы увидите вспышку света из пустоты. Вот такая вот идея. То есть, я вам рассказал, что Дирок фактически показал, что в квантовой механике той самой пустоты, которой мечтал Эйнштейн, нету. Мы все откачали, а в пустоте оказалось некое неявное виртуальное поле частиц. Ну, вот это нам очень важно. Почему? Потому что темная энергия окажется именно таким непонятным присутствующим объектом. Но есть вот следующее. Я вам этот слайд показывал уже неоднократно и объяснил вам, что когда Галилей бросал башни с башни камня, ну, или он их не бросал, он их катал по наклонной плоскости, ну, он же не убийца какой-то, чтобы с башни... Видите, вы думаете, это я преувеличил на рисунке, что она вот так лежит, да? Она меня испугала однажды, эта башня. Вот если кто в Пизу поедет, там есть пьяца Миракула. Кто был на пьяце Миракула? Ой, как хорошо с невежественным. Один с зелеными волосами был. Вот вы башню видели где? Пьяца Миракула, да? Вот, это все туристы там болтаются, там их тысячами, миллионами ходят. Красиво, все отлично. А вы уйдите в город, со стороны городской стены надо пройти мимо падающей башни, зайти в город, в переулки. И вот, знаете, как иногда луна огромная пугает людей? Идешь по городу, по узким улицам, Риги, допустим, смотришь, а там огромный диск, там между двумя пятиэтажками торчит. Точно так же это масс, вот эту штуку я там увидел. Ну ладно, она падала просто на крыше домов. Ну я ее, конечно, еще наклонил, наверное, а как бы я вам передал свое впечатление? Ну хорошо, смотри, значит, масса инерции это то, что сопротивляется движению. Масса тяготения это то, что заставляет камни падать вниз. Эти массы оказались одинаковыми. То есть, тяготение, поле тяготения, каким-то образом завязано на желание тела оставаться в покое. То есть, а что такое покой? Это покой, это когда у вас расположение каких-то тел в пространстве не меняется. Правильно? А расположение в теле в пространстве изучает какая наука? Диаметрия, конечно. И тут ура, сказал, Лобачевский. Сначала Лобачевский сказал. Вот этот человек, когда ему было 25 лет, задумался над вопросом, а зачем в этой геометрии эвклидовой пятый постулат эвклида про параллельные прямые? Думал, думал, и потом понял, что он вовсе не нужен. Ну, если от него отказаться, возникнут всякие геометрии, довольно чудные. но правда, там поменяется понятие прямой линии. Если у эвклида прямая линия всем понятно, это положил линейку и провел. А если назвать прямую линию кратчайшим расстоянием между точками, то она может идти и не обязательно по прямой эвклидовской. Вот, допустим, когда вы летите на самолете, вы никогда не летите по прямой. Вы летите по отрезку большого круга, центр которого проходит через центр Земли. Чувствуете, когда на самолете? Это специально. Ну, и вот, когда Лобачевский в 25 лет понял, что можно отказаться, он сформулировал геометрию. Это вот геометрия Лобачевска, она похожа на седло. На этой поверхности через точку, через прямую линию, вне данной прямой линии можно провести бесконечное число прямых, которые не пересекаются с начальной прямой. На седле можно сколько угодно проводить, ничего страшного не будет. Что это, вы не знали об этом, что ли, да? Но потом уже, когда его долго не признавали, ему было лет 25, он выпустил книжечку, и вот интересная судьба, я его рассказываю студентам обычно, кем он только не был, и зам проректора по строительству Казанского университета, строил какие-то, ходил, смотрел, где там освещение плохое, студентов успокаивал, что-то, выступал на лекциях, выходил, и так, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, долдонил что-то, лекции, студенты, наверное, смеялись быстрее, или там засыпали у него, а это был гений, настоящий гений, который, представьте, две тысячи лет люди думали, что геометрия Эвхлида незыблема, что прямые линии всегда, только есть две параллельных прямых линии, понимаете, которые не пересекаются, и вот это опрокинует, это и есть настоящий гений, и он, кстати, был, его, потом Римман написал, я тоже, или Римман, или Гаусс, да, я об этом думал, ну, просто там, это самое, подождите, Гаусс точно, и я вам скажу, это очень важно, если кто из вас наукой будет заниматься, насколько комьюнити это тяжелая штука, то есть это коллеги, ваши близкие, неблизкие, те, кто гранты раздает, те, кто на конференции зовет, мерзкий народ бывает очень, вот Гаусс написал, я просто не стал даже этого формулировать, потому что я знал, какой начнется вой, хайп, извините за выражение, в отрицательном смысле, Гаусс говорит, если бы я это написал, меня бы закопали под слоем грязи, которым забросали бы все университеты Европы, ну, слава богу, Николай Иванович Лобачевский жил в свободной стране, монархической, никого там не было, никаких европейцев, хотя он послал свою княжонку, Гаусс, он понял, и потом был еще один человек, кто у нас, кто дифференциальную геометрию, где мы их на тянем, там еще приложу, ну, короче, признали его работу, слава богу, тем более, что там и Гаусс где-то полез, и еще один был математик, вроде бы что-то такое, но это все было, приоритет Лобачевского не оспаривается, вот не оспаривается, но тем не менее, Астроградский такой был, есть такая теорема Астроградского Гаусса, есть хоть один михматянин, знаете теорему Астроградского Гаусса, да, это когда возьмешь ежик, окружишь его сферой, то все иголки, если продолжить, то их плотность будет меняться по закону единицы на Р-квадрате, потому что число иголок не меняется, а площадь растет, как Р-квадрат, понятно, поэтому через единицу площади иголок у него уменьшается, поэтому ежик на большом расстоянии не колется так сильно, хорошо, Лобачевский сразу добавил, он прекрасно знал, он написал книжонку, но он добавил, если это действительно так, если в нашем мире постулат Эвклида не работает, ребята, то там в физике будет такое, что мало никому не подходит, он просто это написал, то есть он понимал, вот то, что я вам до этого сказал про геометрию, да и физику, хотя может быть он прямо и не связывал с массой там тяготения, там с опытами Галилеи, это мы в мозги ему не залезем, но я говорю, что по судьбе вот написавший человек эту книжонку, хорошо он еще перевел ее на французский язык, куда-то послал, ну в общем есть, сейчас в Википедии можно все прочесть, он совершенно не был признанным в общем-то человеком в университете, хотя он и выполнял довольно, ну там проректором был, может быть даже ректором, не помню. вот, ну давайте еще немножко времени, три минуты, про пустоту, про пустоту и геометрию, и физику, значит вот Лобачевский сказал, ребята, наше пространство может быть кривое, ну вот, к сожалению, у Лобачевского это седло, а уже никто, кто-нибудь на лошадях-то скотчет, нет, наверное мало кто, а вот в футбол-то бегают ноги, на шаре, там все понятно, там прямая линия, это меридианы, экватор, прямая линия, это, значит, прямая линия, это кратчайшее расстояние между точками в геометрии, она не обязательно, вот такая прямая, как этот, видите, идеально прямой стержень, она не обязательно, она может быть, вот я могу согнуть, такая может быть, лишь бы она была в кратчайшем расстоянии, так вот на полюсе, сколько меридианов пересекается, все меридианы пересекаются, ребят, на полюсе, а это все кратчайшее расстояние, от одного полюса до другого, вы видите, на сфере нет вообще линий параллельных, которые бы не пересекали данную, вот так, невозможно, только на плоскости, а у Лобачевского на седле, можно сколько угодно проводить параллельных, которые не пересекаются с данной, наперед заданной, вопрос, ответ, не понял, две точки не могут, два отрезка, речь идет о прямых линиях, отрезки маленькие, в каком смысле, если их продолжить, они обязательно должны пересечься, ну, потому что они, потому что по определению кратчайшем, это любой летчик знает, это вы пассажиры, как говорят на испанском, сеньоры пасахеросы, в общем, такие смешные названия у них, я их всегда пасахеросами называю, испанцев, ну и русских, которые туристы там, короче говоря, геометрия и физика связаны очень жестко, если наше пространство, или пространство, время, которое придумал Эйнштейн, кривое, ребята, то никакая геометрия вкина не работает, и все кривое, так вот, да, ну, видите, я отклонился, вообще тут по каждому вопросу очень много, но, в принципе, вот это опыт, который поставил Эйнштейн, прежде чем придумать теорию гравитации, может быть, и не надо вам это знать, и так проживете, ну, проживут же многие без уравнений, Макс, вот там вижу, ну, ладно, смотрите, вот представьте себе, полная пустота, и два наблюдателя на Земле, один сидит на репе, Земля формы репи, а другой на Земле формы шара, один наблюдатель говорит, вокруг пустота, я стою на месте, Земля круглая, второй говорит, вокруг пустота, я вращаюсь, и у меня Земля репа, а тот, который стоит там, относительно, что ты вращаешься, объясни, относительно пространства О, говорит, у меня О, пустое пространство, а первый говорит, я тоже, а у меня О штрих, пространство, и тогда Эйнштейн спрашиваете, а вы можете найти разницу между двумя пустыми пространствами? Это опория определенная, она не имеет ответа, до сих пор в современной физике она не имеет ответа, но она не принято, это так называемый принцип Маха, Мах утверждал, что вот это означает, что на самом деле центробежная сила, инерция, возникает только в том случае, если во вселенной не пустая, в пустой вселенной ее бы не было. Ну вот, физика современная отвергла это положение, но вот эту опорию, которую я сформулировал, никто не может опровергнуть. Я пробовал там, давать большим нобильским лауреатам такие вопросы, они, так сказать, сомневались, но это нам показывает, что есть какая-то глубокая загадка между силами и свойствами пустоты. Этот опыт. Ну вот на это вы эти два шарика можете найти в статье Эйнштейна, он написал специально такую статью, в которой показал, как он изобрел общую теорию относительности. Так. Ну и понятно, как выглядит уравнение, я вам написал уравнение Эйнштейна, не спешите записывать, потому что они в очень формализованном виде. Но все для того, чтобы... Нам не нужен более детальный вид, там эти трензорарности, каждое уравнение 8 компонентов, ужас там. Но сейчас, слава богу, есть компьютеры аналитические, пожалуйста, они вам все решат очень быстро. А весь 20-й век отчаянные люди для каждой задачи выписывали 8. Хорошо для нашей Вселенной, она изотропно-однородно у нас была, поэтому я писал скалярное уравнение везде. Нам повезло. А ведь об этом не знали физики 50-х годов. Они нашли... Бывший ректор МГУ Петров изобрел классификацию пространства Шейна. 10 или 11 там симметричных, антисимметричных, чем знает каких, понимаете? Это какую голову надо было иметь умную? Значит, Эйнштейн написал, что геометрия пространства времени это функция массы, ну или энергия, которая вложена в это пространство времени. Масса, Е равно МС квадрат, что масса, что энергия, вам... Это одно и то же. Потом он немножко поработал головой, подумал, почесал голову, говорит, слушайте, тут можно константу некую добавить, и ничего не меняется в ответе. Эта константа называется космологическая постоянная, введенная Эйнштейном. Он ее ввел, хотя она физически ниоткуда не съедула, она просто не мешала. Ну вот, например, представьте себе... Черт, я потеряю время. Смотрите, вот мел падает, у него потенциальная энергия МГХ, и она переходит в кинетическую энергию, МГХ. Ну почему МГХ? Я же мог от центра Земли мерить, тогда было... Или там от подвала, тогда было бы МГХ плюс там два этажа, да? Но это не важно, эти два этажа, как и космологическая постоянно, на эту скорость бы не повлияли, потому что важна разница этого уровня и этого. Он же не в подвал мог... Вот когда он в подвал упадет, тогда там это будет важно. То есть МГХ, вы видите, что в физике есть иногда, это называется потенциал. Потенциал всегда определен с точностью до константы в классической физике. А в уравнении Хейнштейна возникло... Ну там не совсем... Они не скалярные, поэтому она чуть посложнее, но тоже в некая величина скалярная возникла. Ее можно было написать равное нулю, но он, как человек честный, написал, ничего не могу с ней поделать. Вот. Но сам, между прочим, когда он построил первую модель Вселенной, взял и решил, что лямбда это лямбда, большая, не равна нулю, и оказывается, она обладала свойствами антигравитации. Но слово антигравитация было недопустимым в физике, никто его не говорил очень долго. И Эйнштейн вообще называл это... Ну и вообще физики говорили, что вот это лямбда, это как джинн, выпущенный из бутылки. Его зачем-то выпустили, все запихивали сто лет его. Но в результате запихнуть не удалось. И Фред Хойл, астрофизик, сначала Эйнштейн, он понял, что лямбда это некая жидкость, некий газ, если это взять лямбду в пустой Вселенной, f равно нулю, а лямбду перенести вправо, вы получите уравнение геометрии от лямбды, от этой константы. И довольно быстро можно было получил Эйнштейн где-то в кафе сидел на салфетке. Эту салфетку недавно опубликовали в Nature, но он ее никому не показал. Может, показал собеседнику. Но физики переоткрыли. Хойл, это в Англии примерно в 1948 году и Глиннер в 1963 году в советском журнале опубликовал вот такую простую вещь. Он показал, что эту лямбду можно заменить некой материей. Вот она просто константа математическая. Вот в математике они нам придумывают такие уравнения. И какой физический смысл неких уравнений? Не поймешь. Вот эта лямбда, она ломала голову Эйнштейну. Эйнштейн догадался, и эти люди догадались, что оказывается, эта лямбда, это все равно, что у вас в пустоте есть вот такая жидкость. А я вам на прошлой лекции, помните, рассказывал про такое скалярное поле? Она что дает? Она дает инфляцию, она дает экспоненциальное раздувание, при котором сама эта величина энергии, у этой энергии не меняется. Значит, вы не... Я не хочу вас запутать. Поймите, то, что я говорил на прошлой лекции, придумали люди в 1900 где-то в 80-м году, то есть примерно на 70 лет, 70-60 лет позже, чем Эйнштейн ввел свою постоянную. И про эту постоянную они не думали даже. То есть оказалось, что в физике есть такие скалярные поля, которые работают почти как космологическое постоянное. А эти люди, не знаю, Фред Хойл, но они определили, что Эйта космологическое постоянное, она работает, она работает как антигравитация. Что сказал Мяу? Слушайте, ну давайте, это самая сложная часть была, там три уравнения Эйнштейна мы решили, смотрите. Значит, смотрите, был такой француз Леметр, я теперь ищу все время памятники, какие-нибудь, фотографии, ну что, поставишь фотографию, потом, потом Google найдет ее еще, а этого не найдет, этот, видите, какой, хотя он подписан, наверное, найдет по подписи как-нибудь. Ладно, короче, Леметр, французский, видите, F это француз, ГБ, это Грей Бринкен, я там писал, ну и так далее. Этот Леметр с этими уравнениями Эйнштейна взял туда, поставил эту постоянную космологическую лямбда, набросал вещества и стал строить всякие модели Вселенной. И он обнаружил, смотрите, вот она, Вселенная Леметра, что она похожа на Вселенную, которую мы с вами разрушали очень долго, по Кеплеру, она расширяется, то есть, в начале Вселенной заполнена массой, она горячая, протоны, нейтроны, релятивистки, энергии большие, а константа лямбда, она константа, и в прошлом она никакой роли не играла, не играет. Ну, а все энергии при расширении по закону Гейлиусака и Бойли Мариотта, по всем законам молекулярной физики, все энергии должны уменьшаться. А раз все отступают и остается только одна константа лямбда, то она и завоевывает Вселенную, ничего не делает. Такой китайский, знаете, сидит на горе и смотрит, как они там борются, протоны с нейтронами, так сказать. А в результате, как только все энергии упали, началось экспоненциальное развитие, началась как будто бы инфляция. Экспоненциальное развитие. Это Леметр построил такую идею, но для чего он построил? Смотрите, время Вселенной в те годы, когда Хаббл открыл свой закон, он переоценил постоянную Хабблу, расстояние неправильно мерились до галактик. Астрономы ошибались 10 раз примерно. И возраст Вселенной был меньше, чем возраст камней гранитных, которые находят. Я вам об этом говорил. Это один из парадоксов. Это та самая еще третья ложка дегтя в той самой Вселенной, которую мы сегодня окончательно обрушим. И он сказал, смотрите, раз здесь есть лямбда, Вселенная расширяется антигравитационно с ускорением. Вот вы нашли две галактики на расстоянии АВ. Вы сейчас нашли, померили скорость В, то есть В0, расстояние Р0, взяли Р0, разделили на В0. И думайте, значит, это что, возраст Вселенной? Нет, потому что мы не знаем, как раньше они двигались. Если они двигались с ускорением, то раньше скорость что было? Меньше. Я все время сам путаюсь в этом месте. Просто я много раз тренировался, и чисто рефлекторно. Но есть такие места, которые психологи используют для того, чтобы запутать пациента и свести его с ума. что там больше, чем маленький шарик или огромный-огромный атом. Ну, что больше? Ну, что больше? Вот смотрите, если у вас ускорение, то есть если плюс, то возраст Вселенной, он равен чему? Р0 на среднюю скорость. Но средняя скорость при ускорении меньше, поэтому возраст оказывается больше, чем R0 на V0. То есть, грубо говоря, вот мы R0 на V0 это и есть постоянная Хаббла. По закону Хаббла V0 равно H на R0. Этот возраст неправильный. Если в нем была постоянная космологическая, то истинный возраст был больше. Если в природе есть антигравитация, то истинный возраст Вселенной больше. Значит, если бы кто-то открыл ускоренное расширение Вселенной, мы бы убрали бы этот парадокс. Этот парадокс не убирает теорию инфляции. Это убирает совсем другое открытие, которое тоже дали Нобиевскую премию. А нет, за теорию инфляции не дали, а за это дали. Это открытие антигравитации во Вселенной. Спокойно. Это Фред Хойл. Это я был в Кембридже недавно. Недавно, в 2014-м, кажется, не помню, но неважно. Вот там такой, вот это рядом с институтом астрономии, директором которого был Фред Хойл. А Фреда Хойла я знаю с детских лет, потому что он писал на очень фантастические романы, его роман «Черное облако», читали все дети в СССР, читали там 70-е, 60-е годы. Вот. И вот такой памятник, к которому можно подойти, там похлопать, там можно по-небратски обнять, как-то я не решился. Ну, в общем, вот сфотографировался с таким Фредом Хойлом. И Фред Хойл один из первых людей, который доказал, что вот это лямбда, вот это это джинн из бутылки, который выскочил у Эйнштейна, просто некое постоянное число оказалось эквивалентно тому, что во Вселенной есть энергия вакуума, космическая энергия вакуума, причем она не зависит от того, сжимается Вселенная, разжимается, она везде постоянно. Итак, про темную энергию песня, да, ну уж так я назвал, чтобы вам не так было скучно. Значит, как можно узнать, с ускорением расширяется Вселенная или замедление, но надо понаблюдать далекие объекты во Вселенной, не внутри галактики, галактика никуда не расширяется, Луна от нас не убегает, но она убегает, но по другим причинам, но не по закону Хаббла и не из-за этого. В 60-е годы Юрий Павлович Псковский, вот я, мне жаль, в книгу не взяли эту фотографию, но я считаю великолепная фотография, Юрий Павлович Псковский, 26-го года рождения, на фото, гвардейский сержант 318-го гвардейского стрелкового полка, 102-й гвардейской, ну это он в 65-й потом стрелковой дивизии, или переименована была, 2-й белорусский фронт. Этот человек работал в нашем институте очень долгое время, когда я поступил, ну вот он скончался в 2004-м году. Что он открыл интересного? Значит, сначала, что открыли другие, но вот без его открытия вряд ли бы удалось установить расширение вселенной с ускорением. Значит, уже давно люди заметили, что на небе вспыхивают так называемые сверхновые звезды. Среди этих сверхновых звезд, их огромное разнообразие, есть удивительные звезды, их называют СН-1А. Физика этих явлений до конца непонятна, мы примерно понимаем, что это есть там разные сценарии, и вообще это из другого курса. Я сейчас как раз закончил вторую книгу, где это все будет рассказано. Для нас важно следующее. Оказывается, что эти звезды могут быть стандартной свечой. Что такое стандартная свеча? Вот это есть теорема Гаусса для световых иголок, вылетающих из ежика. Смотрите, поток иголок обратно пропорционален квадрату расстояния. Я вам про ежика говорил на прошлом. Вот это то же самое. Это любой математик знает, любой гуманитарий чувствует спинным мозгом эту формулу. Из этой формулы можно выразить расстояние, наоборот, ее переписать. То есть, если вы померили поток излучения, это то, что к вам пришло в телескоп, и если вы знаете истинную мощность данного объекта, то вы можете найти расстояние. Это называется линейка. Линейка, космологическая линейка, и вообще измерительный стандартный метр или стандартная свеча. В физике называется стандартной свечой. Берут лампочку с данной мощностью и меряют поток на разных расстояниях. Но в космосе Господь Бог устроил такие сверхновые. Они похожи друг на друга. Страшно. Смотрите. И отличаются они довольно мало по максимуму. Это звездные величины. Если говорить по светимости, то здесь примерно в два раза в одну сторону и в два раза в другую. Вы скажете, что это за линейка, что это за стандарт. Но если вы тысячу сверхновых откроете, вообще-то можно из этого что-то и выйти. но вообще-то не вышло. вы будете правы. Два раза это многовато. Если у вас два раза, значит у вас ошибка по расстоянию будет корень из двух. Это 40% вам никто оценку хорошую не поставит. Что заметил Псковский? Вот вы сейчас откроете, это называется эффект Псковского. Вот смотрите, замечаете, чем ярче сверхновое значит я вот нехорошо поступил всегда студентом это Пеняев говорил показал график расскажи об осях. Значит вот это время от начала вспышки а вот это вот яркость растет вверх ну в звездных величинах в абсолютном это это не важно сейчас вам это не важно важно вам понять следующее что в максимуме они отличаются примерно в 4 раза самые слабые самые сильные но смотрите что заметил Псковский чем ярче тем дольше она тухнет смотрите чем слабее тем она быстрее тухнет то есть вот этот наклон вы можете не мерить всю кривую блеск а измерить вот этот наклон и установить сразу истинную мощность яркость этого это то есть если физики там на лампочке у вас написано 100 ватт и вы уверены что вы пошли прочитали астрономы не могут пойти прочитать но они вот так вот могут по вот этим кривулькам восстановить что там написано на этой звезде 100 ватт и лампочки и этот эффект Псковского помогает снизить ошибки настолько что удалось определить следующий эффект в чем он состоял смотрите это эта работа вообще-то началась ну вот она была увенчана Нобелевской премии в 2011 году а прошла она где-то в 2095 это годы страшной разрухи ребята ну я не знаю ну 95 это мы летели в дефолт где-то там еще более-менее на самом деле эта работа она длилась несколько лет ничего в России такого сделать нельзя было хотя делалось это маленькими телескопами в России было полно маленьких телескопов но не было главного это цифровых фотоаппаратов профессиональных фотоаппаратов самый простой профессиональный стоил ну несколько тысяч долларов самый маленький вот а для того чтобы сделать это открытие нужно было несколько таких у нас в институте первое появилось, это называется PZS-матрица, это PZS-матрица, CCD то, что называется на английском, в 2000 году только. То есть мы не могли повторить этого. Как в генетике, так и в цифровых вещах таких мы отстали очень сильно тогда, в 90-е годы. Смотрите. Вот здесь, в принципе, описана абсолютная мощность сверхновой. Это не то, как она близко или далеко. На самом деле, эти все сверхновые были на разных расстояниях от Земли. Не в галактических расстояниях. И что люди заметили? Чем дальше сверхновая, тем меньше ее светимость. То есть, грубо говоря, на ней написано, на ближних написано по 100 ватт, а на далеких по 60. Люди стали думать, как так может быть? Процесс этот физический, он не зависит от того, далеко это сверхновой, близко. Это то, чем было известно. Ну, там люди некоторые спорили. И тогда, вот авторы этой работы догадались, а что, если на самом деле они одинаковые, а мы пишем неправильные формулы? То есть, представьте себе, что мы неправильно, мы пишем формулу Хаббла, и пишем фотометрическую формулу, но кривизна нашего пространства времени зависит от полной энергии нашей Вселенной. И если в полную энергию еще есть темная энергия, она изменит эти формулы из-за Лобачевского, Риммана. Вот Риммон там был самым главным. Потом дифференциальную геометрию придумал Риммон, куда включил теорию Лобачевского. Так вот, оказывается, что если включить темную энергию, то все сверхновые становились одинаковыми. По волшебству. То есть, если допустить, что наша Вселенная расширяется с ускорением, то возникало прекрасное согласие между нашим пониманием, что такое эти взрывы. Ну, мы не очень хорошо понимаем, но мы понимаем, как бы, из каких звезд это. И там не видно, почему это от расстояния не должно зависеть. Наше Солнце, куда ни относи, его мощность будет все время одинаковой. Миллиарды звезд нашей галактики не меняют мощь. Значит, смотрите, что происходит. Когда люди измерили далекие сверхновые, они вдруг определили, что далекие сверхновые кажутся более тусклыми. Кто-то сказал, «Ой, ребята, там во Вселенной, наверное, пыли много, и чем дальше смотришь, она их там гасит». Ну, провели отдельные исследования, и мы в институте даже нашли такие сверхновые, которые никак в пыли не могут быть. Ну, есть такие сверхновые, их называют... Я даже забыл, как их называли, идеальными, что ли. Ну, короче, которые не покрыты... Пыли там не может быть никакой. Все равно они слабели. А дело-то в том, что вы неправильно считали расстояние. Вы считали расстояние, как будто нет темной материи, понимаете? Как будто плодность Вселенной – это три десятых. А плодность Вселенной – единица, критическая. Помните? Со второй космической скоростью она расширяется. И как только ввели это ускорение Вселенной, тут же все стало на место. Эти сверхновые были не то с клея, а просто мы их дальше... Мы их, вернее, ближе так бы наблюдали. И получается, что наша Вселенная при этом раздвинулась. Вот сейчас вы поймете, как энергия вакуума напрямую... Смотрите, вот посмотрите, что происходит. Вот сегодняшний день. Это расстояние, это радиус Вселенной. Смотрите, если в обычной модели мы стартуем отсюда, и расстояние в прошлом Вселенной очень маленькое пространство. А если лиметры, если и есть отталкивание, то вы стартуете гораздо раньше. И Вселенная гораздо старше. 20 миллиардов лет. А галактики на том же расстоянии сейчас. Почему? Потому что в прошлом они двигались просто медленнее. Средняя скорость была... Они медленно припахали в данное место. А и шли-то они долго. Вот так же произошло с этими галактиками, когда их поставили в соответствии с кривой лиметра, сразу же выяснилось, да, двигаемся с ускорением. Ну, вот эти три товарища, они возглавляли две группы. Три товарища, две группы. Ну, вы знаете, есть закон, что не может быть больше трех нобильских лауреатов. Из-за этого не выдано несколько нобильских премий. Ну, я считаю, очень важных. А вот бывает так, что четыре, и все, и думают, и ждут, когда один умрет, наверное, я не знаю. В общем, я позапрошлым году был... Как сказать? Ну, в общем, я получил письмо из Нобильского комитета, чтобы я был одним из тех, кто предлагал Нобильскому комитету какие-то важные работы. А они уже там выбирают. Ну, я начал думать, и у меня голова лопнула там. Я нашел три нобильских премии, и одна очень важная была. Ну, ее было трудно выделить тройку, понимаете? То есть какие-то такие второстепенные факторы иногда влияют. Но в данном случае эти троих человек... Хотя, может быть, одного человека я бы сюда добавил. И вы его можете часто увидеть по каналам Дискавери. Он про Вселенную читает такой Алексей Филипенко. Это очень-очень древний эмигрант из России. Еще в 17-м году его увезли родители. Он там вырос, стал астрономом. Вот он реально открывал эти сверхновые, понимаете? И ему не досталось этой Добильской премии. А это люди, которые как бы доставали гранты. Ну, умные люди, короче говоря. Так бывает. Вот четвертый отпал. Хотя я бы ему дал там эту премию. Чему же оказалась плотность энергии вот этого, связанного с этой лямбдой, оказалось? Это вот я где-то написал П равно минусу. Куда оно делось-то? Ну, в данном случае мы просто У разделили на С квадрат. Ну, если энергию разделить на С квадрат, получите массу в кубическом сантиметре. Энергия была в кубическом. А масса в кубическом сантиметре это плотность. И вот видите плотность А, извините. Опять я не туда попал. Вот она, вверху. Вот это точное значение плотности через две фундаментальные константы нашего мира. Первая, давно известная, ее Ньютон открыл. Постоянное тяготение. А это та самая лямбда, которая выпрыгнула из рук, выпала из рук Эйнштейна, Хойла и Глиннера. Она, оказалось, составляет 70% полной энергии Вселенной. 70% сейчас. Эта доля все время меняется. Почему? Потому что она постоянная. А если она постоянная, а все остальное падает, то ясно, что она растет. Итак, нашлась третья компонента нашего мира, которая сделала нашу Вселенную ракетой, летящей со второй космической скоростью. И возникло удивительное число. Оно нам очень важно. Смотрите. Дело в том, что в наших лекциях сошлись две теории. Вот теория, которая на прошлой лекции инфляции, она касалась самых ранних времен образования Вселенной. Инфляция. Что такое? Что-то произошло в вакууме, скалярное поле, там не Хиггсовский бозон, а какой-то бозон, мультибозон, огромной энергии, у него масса гораздо больше. Этих бозонов может быть очень много, на самом деле, которые порождают. А этот породил даже Вселенную, он начал ее рассталкивать. И при этом она экспоненциально быстро раздувалась. И плотность энергии, которая была, вот это в теории Гуса, Линдеста, Робинского, это вот отцы этой теории инфляции, у них плотность энергии, примерно плотность, как плотность планковской энергии, как плотность вот той энергии, которую Дирок открыл, из квантовой механики, это плотность 10,94 грамм в кубе. Это, грубо говоря, та плотность, которая предсказывается для энергии вакуума, для плотности энергии вакуума, ребята. Но ее нету, мы спокойно ходим, смотрите, и не чувствуем это, если бы во Вселенной была 10,94. Но какая-то оказалась, ее обнаружили, вот, 2011 Нобелевская премия, и 1996 год, эта работа, 1997 была опубликована. Так вот, вот это то, что предсказывает квантовая теория, которую вообще-то физики хотят поженить с квантовой гравитацией, с теорией гравитации. Вот они предсказывают такую плотность. А что открыли люди по-сверхновым, астрономы, фактически, они открыли вот какую плотность. И разница, смотрите, 10 в степени 123. Это разница, это разница между тем, что предлагает физика для энергии пустоты сейчас. Но 10 в степени 100 какой-то, 10,94. Это то, что физика, квантовая, как бы, нет теории квантовой гравитации. Она еще пока не создана. Но константы этой теории более-менее известны. Это постоянная планка, постоянное тяготение. И вот они дают такую плотность планковскую. Огромное различие. И я вам напоминаю, что в начале 20 века у нас отношение было такое число n1, я вам рассказывал, что атом, согласно классической физике, должен был жить в секунду. А он живет 10 миллиардов лет, как минимум. И разница между тем, что предсказывала физика классическая и физика 20 века и вообще данная это 26 парень. Это огромное число, ребята. Ни один студент так не ошибался на лабораторном практике. Если он ошибется, ему надо медаль повесить сразу имени большого взрыва. Что-нибудь такое. Здесь же число вообще умопомрачительное. Вот за это число человечество в лице немногих физиков и астрофизиков и естественников заплатило детерминизмом мира. Мир перестал быть детерминистом. Частицы стали волнами и частицами. То есть можно только с вероятностью говорить о траекториях. Вместо траектории появились какие-то вероятности. Эйнштейн так и не принял этой теории. Но он говорил, что Господь Бог не играет в кости. Повторял. Не знал только как. И никто не мог этого придумать. Как найти детерминизм в мире, который постоянно трясет. И все-таки люди отказались от классической физики. Мы стали жить трясущейся вселенной. Я тебе всегда задаю вопрос. А чем придется пожертвовать ради этого числа? Эта революция будет в 21 веке наверняка. Вот сейчас люди хотят понять эта плотность энергии. Она вообще меняется или не меняется? Мы не знаем на самом деле. Может быть вот эта антигравитация, которую открыли астрономы посверхнула. И по другим уже сейчас данным она есть. Она точно есть. Но она может быть и каким-то скалярным полем, говорят физики. Вот Линда с этой кафедрой Линда это лауреат одной из важных премий, один из отцов инфляции, выступая здесь как-то заявил я счастлив, что астрономы открыли инфляцию. Но это неправильно. Астрономы открыли экспоненциальное расширение, которое было предсказано еще Хойлом в 1948 году. И оно связано с космической постоянной может быть с постоянной Эйнштейном было связано еще чем-то. А инфляция это то, что скалярное поле дает. И то на коротком промежутке времени. Это пока что гипотеза не доказанная, хотя и весьма вероятная. Инфляция я напомню решила проблему причиной связанности Вселенной. Помните Вселенная очень долго болтается экспонента так ждет ждет как русские знаешь долго запрягает а потом как рванет и уже все из геометрической прогрессии. И вот у нас был такой парадокс ребята что возраст Вселенной Вселенной в которой нет антигравитации был меньше чем возраст звезд. так вот открытие темной энергии этот парадокс закрыло его больше нет нашей Вселенной поэтому никому не верьте что там астрономы ходят мало чего эти звездочеты придумали насчет темной что они там намерили есть такие физики вретает если бы не было темной энергии то если не было антигравитации вот скажем так более мягко если бы не было этого ускорения если бы оно было ложным этой Вселенной бы просто не было бы в ней были бы предметы которые старше самой Вселенной этот парадокс мы разрешили в 20 в 20 ну и 21 веке теперь этого парадокса нет как же теперь выглядит история Вселенной правильная история вот мы начали с этого видите это Вселенная с замедлением это Вселенная в которой победил Ньютон Гука навсегда сжег его портрет и мечтал о том что Гук уже никогда его не будет мучить своими идеями вопросами издевательствами Ньютон был такой размеренно все делал хорошо не писал там статейки а писал сразу книги там натуральное начало философии называлась я забыл сейчас ну короче механика Ньютона была изложена книгами как это и полагает Гук был как Моцарт бегал разбрасывал идеи туда-сюда минуя это но прошло не всего-то тут 200 лет да Петр Первый господи помилуй он же был знаком с Исааком Ньютоном ребят вы в курсе Исаак Ньютон был членом Российской Академии Наук или я наврал наверное наврал а нет Петр Первый был членом Английского Королевского Общества его Ньютон принял за то что он содействовал наукам вот а вот эта модель связанная с ускорением видите она похожа на модель Реметро но на самом деле эту модель более подробно изучил Фридман вот из той джаз-банды о которой я вам говорил это человек который пострадал во время репрессии он погиб был расстрелян вот он он построил все вселенные с лямбдами без лямбд на все случаи в начале вот эту вселенную в честь такой хорошей работы назвали Фридман но она умерла эта вселенная мы ее с вами ее похоронили но возникла вот эта которой Фридман несомненно приложил руку но какова же у нее вот смотрите видите она дает время появиться звездам и прожить до сегодняшнего дня она более долгое время же пространство время здесь огромное в этой вселенной благодаря силе отталкивания которая меняется по закону пружинки К на Р но только антипружинки которые отталкивают неважно поэтому я все время предлагаю назвать это всемирным законом антигравитации ГУК ладно ну и сейчас можно еще вернуться в формуле которую вернее вот Хаббл я бы вначале сказал ребят вот вселенная пришел Хаббл нет сначала пришел Слайфер это обычный астроном студентом был пригласили его в частную обсерваторию он стоял там держался за эти ручки гидировал в начале 20 века до первой мировой войны и увидел что большинство галактик убегают от нас вот с этого момента собственно пошла эта теория большого взрыва но убегают Хаббл проанализировал а теперь выясняет что Леметр ему сказал что должен быть закон HR и где-то это теперь выяснилось и теперь говорят закон Хаббла Леметра вот ну мы Леметра упоминали и так но что же открыл Хаббл вот это диаграмма Хаббла смотрите это скорость удаления галактик в зависимости от расстояния это реальное измерение проделанное уже российскими астрономами это группа Краченцева и в ней работал работает теоретик Чернин Артур Давидович значит смотрите до одного мегапарсека это примерно расстояние ну там в два-три раза больше чем расстояние до Андромеды Андромеда это ближайшая крупная галактика видите галактики то приближаются то удаляются почему то уж они гравитационно связаны они как рой комарины вокруг нас пытаются нас укусить вот мы маршем там руками и вот так мы живем но далекие уже давно нас покинули и покинули и бегут но вот что удивительно начиная буквально с одного мегапарсека они выстраиваются вдоль этой линии эта линия есть закон Хаббла значит это довольно трудно вам объяснить что это очень неожиданно и вообще это не предсказывалось вообще лет 20 назад люди стали повторять вычисления Хаббла и обнаружили что никак не мог Хаббл открыть никакого расширения если наша теория верна а дело в том 20 лет назад темной энергии не было оказывается без нее нельзя было понять почему у Хаббла так близко один мегапарсек это я повторяю это ближайшая галактика которая гравитационно с нами связана и вот Артур Чернир по-видимому это называлось парадоксом Сэндиджа почему потому что без темной энергии не было и этот рой не предсказывался он должен был быть вот таким вот до примерно 100 мегапарсек ну до десятков мегапарсек потому что вселенная становится однородной только на больших роста а вблизи мы видим скопление звезд скопление галактик а тут смотрите вытягивается как бы почти как в линию да дело в том оказывается что в это расстояние это расстояние на котором плотность энергии вакуума помноженное на объем один мегапарсек в кубе начинает превышать энергию и массу обычной материи понимаете ну смотрите вот у вас есть 70 процентов средней плотности вселенной заполнена темной энергии 70 процентов но наша группа она довольно компактная и плотная в раз 10 плотнее чем обычная вселенная там пустота идет влево вправо там до ближайшее скопление галактики я вам показывал цвики где он темную материю это 80 мегапарсек тут даже нет таких видите тут это 6 мегапарсек а 80 это там пустота и вот оказывается начиная с 1-2 мегапарсек плотность энергии вакуума вот я беру пересчитываю все галактики которые находятся на расстоянии меньше 1 мегапарсек ну это 3 3 миллиона световых лет примерно это копеечное расстояние в тысячу раз меньше радиуса вселенной вот 1 мегапарсек масса масса вещества здесь масса вещества здесь она довольно большая но если посчитать плотность энергии это ро лямбда помножить на объем то есть на 1 мегапарсек кубе то кажется что она будет равна массе вещества значит чем больше объем тем больше энергия вакуума будет побеждать потому что в среднем по вселенной она 70% имеет и вот впервые она побеждает на 1 мегапарсек а что это такое это знаешь побеждает антигравитация и управляет движением галактик и выстраивает их по закону Хаббла она их пихает туда они бы роились как эти самые как комары а сила антигравитации выстраивает их в закон Хаббл это замечательное открытие если я считаю это так называемое открытие темной энергии локальной темной энергии потому что эти расстояния в тысячу раз меньше та темная энергия которая открыта по сверхновым она гораздо дальше там десятки сотни раз дальше ну вот сейчас мы поговорим про темную энергию значит у нее свойства очень простое точнее это наше предположение его свойств если мы обнаружили действительно ту самую Эйнштейновскую постоянную ту самую антигравитацию связанную с этой константой помните я мел бросал туда-сюда можно добавить можно убавить она не нужна никому вообще-то из физиков не была все уже ну вот единственный парадокс был непонятным еще вселенная была младше объекта его исправили вот из-за этого она нужна нам чтобы мы жили в нормальном непротиворечивом мире но что это есть если это есть та самая постоянная то ее значение вот здесь написано вот оно и оно не меняется со временем в чем песня состоит ребята сейчас я вам объясню вот если допустим это будет та самая Энштейновская космологическая постоянная что будет через 100 миллиардов лет вот мы хотим понять судьбу нашей всей что с ней будет что будет с веществом галактики разбегутся далекие какие-то звезды прогорят через очень много лет разрушатся протоны нейтроны потому что они тоже неустойчивы нет она не схлопнется никак сила отталкивания работает вот представьте себе что мы открыли именно Энштейновскую постоянную как будет выглядеть мир через миллиарды миллиарды возрастов вселенной он будет описываться одним числом вот оно это число значит это есть число будущего это самое великое число которое открыли люди в этом мире которые они пришли у вас должны быть уже мурашки там по спине у меня лично мурашки когда я это все представляю естественно когда я а мы тоже интересовались у нас там кое-где не вылазило это темная энергия тоже есть даже статья там 95-го года в которой мы по другим объектам ее нащупывали но конечно так явно нащупано было только по сверхновым звездам и тут же стало ясно но хотелось бы надежно и мы специально сделали такую работу вот у нас есть небольшие телескопы разбросанные по всему миру я вам рассказываю глобальная сеть и мы понаткрывали сверхновых особых и построили и пощупали вот эту плотность энергии это число это самое главное число в мире не курс доллара не курс евро который правда меняется каждый день есть константы масса покоя электроны скорость света это все детский лепет по сравнению с этим числом потому что все будущее будет определяться одним числом но это довольно страшно правда интересно что такую вселенную в которой есть пустота и больше ничего но только темная энергия впервые построил французский физик Деситер он ее построил в 1920 году когда Эйнштейн построил свою стационарную вселенную но потом ему Фридман сказал что это плохое решение оно неустойчивое и потом Эйнштейн признался Деситер решил спасти Эйнштейна и построил стационарную статическую вселенную вот сейчас у вас будет в голове каша небольшая но вы должны каким-то образом мне просто поверить я просто вам хочу описать вселенную будущего в которой победит энергия темная энергия все остальные энергии должны исчезнуть они все уменьшаются при увеличении объема газы фотоны взаимодействия все нестабильно все распадет смотрите оказывается эта вселенная у нее через каждую точку проходит очень много линий значит вот это космология деситера не пытайтесь это понять я сам это плохо понимаю но я понимаю хорошо свойства она вот эта вот геометрия в котором победила можно найти такую систему отчета такой пояс Москва Ленинград или какой-то велосипед взять в которой эта вселенная будет стоять стоймя то есть в каждой точке все треугольники будут одинаковы во времени вечно это вечная вселенная описываемая одним числом но она обладает удивительным свойством и это заметил Глинер ну не один Глинер но по-видимому Глинер впервые хотя и Хойла это описал если сюда бросить две пробные частицы в физике пробные частицы это частицы которые обладают массой но настолько мало что они не меняют саму задачу они просто чувствуют силы эти частицы тут же начнут бегать вдоль прямых линий убегать друг от друга по закону во первых по закону V равно HR но этот закон будет от времени это будет E в степени HT на R0 значит если вы придумаете мир который если вы дадите вселенной разойтись всем разругались атомы протоны барионы человечество все жизни разошлись по углам осталась одна вот эта энергия вакуума она такая банальная описывается одним числом самым главным и мы живем в то время когда мы его измерили это вообще фантастика полная эта вселенная выглядит следующим образом если туда кинуть две частицы пробных они начнут убегать друг от друга подобно тем галактикам которые когда-то открыл Слайфер в начале 20 века это вам ничего не напоминает спрашивает Глинер значит в каком смысле смотрите он считает что есть некое мироздание вот такое пространство время наполненное темной энергией если в нем из-за каких-то квантовых флуктуаций а он верит и как и все физики в квантовые механики если этот мир потряхивает и где-то случайно из этого виртуального поля вылетят там протоны электроны или атомы водорода они тут же начнут расширяться друг от друга точно так же как расширяется в момент инфляции наша рожденная вселенная и он предлагает такую идею что идет такой цикл бесконечного рождения понимаете ну собственно говоря здесь эта точка зрения уже сливается вот с астахастической моделью Линды которую я сейчас вам покажу я ее видел на острове на Канарских островах на Тенерифе я долго искал этот кактус но то что должен быть кактус в моей книге я понял это типичная модель стахастического рождения вселенных что происходит ну если говорить о модели Линды она происходит из-за чего из-за того что некое скалярное поле у них это не лянда а скалярное поле если оно где-то ну флуктуирует и вдруг выскакивает из виртуального за счет чистой флуктуации кванта как бы это поршень который вдруг выдвинулся а как только он начинает выдвигаться он приобретает вот такое уравнение состояния и дальше уже не надо никого толкать вам кажется что этот закон сохранения энергии не нарушается это не так хотя Линда так ради юмора говорит что да закон сохранения он не нарушается энергия это откуда берется энергия этого мела никто же не совершает работу кто-то что платит за то что мел падает никто это бесплатно я вообще удивляюсь как правительство не берет еще налоги за то что мы не улетаем туда наверх так вот и вот таким образом вдруг рождаться экспоненциально начинает разбухать вселенная но рядом же другой такой же может родиться от росточек третий пятый и вот это вот бесконечное возникновение разных вселенных вот Линда считает что это некий процесс но это чисто гуманитарно это уже надо историкам читать большой физики тут особой нету я тут правда написал некое уравнение но это может быть для математиков интересно потому что есть одно уравнение которое на физфаке практически никто и не рассматривает смотрите это уравнение придумал Ладжевен мир в котором скорости частиц определяются некой функцией детерминистской функции плюс некая случайная вот это есть случайная функция времени вот такой мир который подвержен этому закону он порождает такие вселенные он порождает броновское движение частиц ну в частности вот кто-нибудь знает уравнение Фокера Планка нет нет ну и слава богу тем и лучше для вас но математика знает потому что это частное уравнение какого-то там типа математического вот это так сказать вечное вечное рождение вот такое вот ну а что дальше ну а дальше великое молчание о котором я вам говорил какого-то вот вот вот